приветствую вас друзья мои такая сегодня прекрасная погода вчера целый день было пасмурно прямо вот хлопьями шел снег сегодня тихо минус 2 стою я на берегу реки река еще не замерзла по ней медленно плывут куски льда такая тишина тишина только иногда где-то гавкают собаки где-то каркают вороны и прямо так вот бы сидеть смотреть на эту речку и медитировать и вот сегодня вот глядя на эту реку вспомнил я одну новость медицинского плана я бы даже сказал биологического которое совсем недавно прочитал это совсем свежие результаты исследований и все это очень философски очень хочу этим с вами поделиться наверное вы слышали или знаете что бактерии в частности колонии бактерий очень часто образуют так называемые биопленки то есть некая колония бактерий она связана друг с другом это как бы колония прилипает какой-то поверхности ну например к эмали зубов и вот образуют очень плотную пленку и они могут быть и на зубах и на коже и в кишечнике могут образовываться эти биопленки они окружают нас кругом они есть на поверхностях в канализации водосточных трубах в общем их куча кругом естественно с возрастом это биопленка остается толще они прямо вот эти бактерии выделяют вещества они как бы прилипают к основанию и вот это именно колония бактерий видео биопленки она обменивается всеми прелестями жизни в обществе как так сказать они устойчивы к огромным количеством внешних воздействий биопленки почти невозможно взять антибиотиками короче говоря это у бактерий такой способ приспосабливаться к окружающей среде но в то же время с чем сталкивается биопленка например изменяется внешняя среда мало кислорода или температурные условия изменились или появились какие-то антисептики ну короче говоря колонии биопленки им плохо жить и что тогда происходит и тогда пожилые то есть пожившие члены общества ну те которые находятся у основания они фактически что делают они сдерживают попытку колонии переместиться в более благоприятные места но об колонии себе такого позволить не могут не может и в этих условиях старики отдают свою жизнь они включают механизм саморазрушение в процессе их разрушения выделяется некая свободная днк я сейчас максимально упрощаю это днк дает молодежи команду ребята надо валить здесь невозможно жить валите отсюда и вот эти связи в биопленке меняются новые бактерии не могут плотно за нее держаться таким образом своей гибелью эти старики они как бы подсказывают молодежи ребята здесь жить нельзя валите смещаетесь двигайтесь куда-то понимаете какой ужас когда большую может быть самую большую в мире биопленку возглавляет пожилая бактерия которая живет с мыслами интересами целями вековой давности которая не то что пожертвует собой она не пожертвует даже одним днем чтобы оставаться главной вот в этой среде обитания то есть невольно возникает такая философская мысль что бактерии примитивные бактерии мудрее порядочнее честнее чем некоторые представители человеческого сообщества и мне кажется что молодым молодым бактериям в этом обществе или просто молодым людям в этом обществе надо понимать что не может огромная страна жить интересами прошлого века захватывать территории убивать людей диктовать чужим сообществом свои правила жизни а все это происходит просто потому что во главе этой колонии стоят даже не могу сказать на людей они не тянут понимаете некие биологические особи которые так плотно присосались к основанию что я даже не представляю что должно произойти еще раз все это для вас информация размышлений вести вперед не могут люди живущие в прошлом они должны уйти на покой на какой покой на пенсию или на вечный покой это должно решать общество в котором которая этих людей взрастила и воспитала давайте вместе подумаем на эту тему и пусть биопленки и правила внутри микробного сообщества послужат информации к размышлению и хорошим примером для некоторых человеческих особей делайте правильный вывод